В Кировске при поддержке компании ФосАгро прошла региональная конференция Всемирного Русского Народного Собора. Встреча ученых, педагогов, священников и общественников из городов Мурманской области это в первую очередь обмен опытом в реализации проектов для поддержания духовности на Кольской земле. Конференция началась с молитвы. Митрополит Мурманский и Мончегорский, высокопресвященнейший Митрофан, поприветствовал участников на благословенной земле. Это первое масштабное событие, на котором он присутствует в чине правящего архиерея. Митрополит подчеркнул, что Кировск особо значим для нашего края и подарил организаторам книгу «Кольский север в средние века». Масштабный исторический труд, написанный владыкой. Это здесь мощнейший потенциал и только промышленный, но и научный, как мы знаем. И, надеюсь, здесь вполне уже вызвал потенциал духовность. Духовность, наука и производство в Кировске идут рука об руку. Компания «Фосагра» поддерживает православные традиции на Кольской земле. Кировский филиал акционерного общества «Апатит» совместно с Митрополией ведет просветительскую работу в школах. Вблизи предприятий строятся храмы. В этом году три храма откроются на трех наших производственных объектах, двух рудниках, Росмучерском и Восточном, и ОНОВ-3, обогатительные фабрики. В работе конференции приняли участие около ста человек, больше, чем в предыдущие годы. Ученые, педагоги, священнослужители в докладах делились опытом работы. Тема слушаний в секциях – ключевые факторы развития северных территорий России. Сегодня в теме конференции затронут различные факторы, которые оказывают влияние. Это и факторы социальные, и экологические, и духовные. И мне очень отрадно видеть, что именно духовный фактор поставлен в ряду этих ключевых факторов на первом месте. Потому что духовность, я как священник скажу, духовность – это присутствие Духа Божьего в человеке. Это способность жить по совести, что сегодня очень важно в нашем обществе. Много докладов посвятили работе с детьми. Основы нравственности нужно закладывать в семье и образовательных учреждениях, начиная с дошкольного возраста, продолжая развивать духовность в вузах или колледжах. Социальные проекты мы организовываем очень интересные. Вот, например, по учету птиц мы начали работу, по изучению парков, именно в городе Апатита. Если ребенок к экологии не будет приобщен, то он и не будет относиться к природе хорошо. Никогда. Конференция по традиции двухдневная. В нее обязательно входит посещение церквей. Гости побывали в храме святой великомученицы Варвары на Кировском руднике. Здесь прошла служба в честь родительской субботы – третьей седмицы Великого поста. Сьёте молитвы, Эко Владыце Гречне приносит, помилуй нас, слава Отцу и Сын, и Святому Духу. Литургию провели духовники Хибногорского благочиния и священники Мурманской и Мончегорской епархии. Возглавил службу высокопреосвященнейший владыка Митрофан. Он представился горнякам руководства рудника. Потомственный военный моряк прошел путь от морского офицера до епископа Североморского и Умбского. Впечатлен экскурсия по городу с санаторно-оздрительным комплексом Тирвос, стадионом, храмом святой Варвары. И высоко оценивает работу компании Фосагра. Вот этот храм замечательный, великомученицы Варвары. Те два храма, которые на подходе уже на разных местах разработки, мы завтра пойдем смотреть, это строительство. Это тоже чудо божие. То есть вот это вот возвращение традиции заводских фабричных храмов, которые были до революции обязательными, при каждом заводе, фабрике, храм. Вот здесь мы видим, что активнейшим образом реализуются. Поэтому я очень рад, что руководство компании имеет такую очень важную духовную установку. И так активно реализует вот эту идею, христианскую идею. С каждым годом научно-практическая конференция привлекает все больше участников. Становится разнообразнее тематика докладов. А значит, тема возрождения духовности здесь, на Кольской земле, актуальна и востребована. По итогам конференции будет издан сборник докладов, доступный к ознакомлению для всех желающих.